Аналитика из Немецкого института международной политики и безопасности Павел Токарский сегодня принимает участие в программе. Павел, здравствуйте. После того, как в Греции на выборах победили левые силы, левая коалиция, греческая тема обсуждается в двух плоскостях. Первое – это возможность нового списания долгов с этой стороны. И второе – благополучие всего Евросоюза из-за греческой нестабильности. Давайте начнем с долгов. Какова, на Ваш взгляд, вероятность того, что Ципрос, новый премьер-министр Греции, добьется их списания? В первую очередь надо отметить, что в Европейском Союзе, в еврозоне, есть несколько государств, у которых имеются экономические проблемы. К примеру, Греция, Ирландия, Португалия – все они получают финансовую помощь. И мы не можем говорить только о банкротстве Греции. Банкротство Греции – это худший сценарий, который не обязательно станет реальностью. Нужно отметить, что финансовая помощь предоставлялась этой стране на определенных условиях. Греция должна была провести весьма болезненные реформы, которые, помимо институтов, оказали воздействие и на часть общества. Как результат – рост безработицы и отсутствие перспектив для значительной части населения. Этим и объясняется победа радикальной партии Сириза. Эта партия обещает пересмотр соглашения, по которому Греция получает финансовую помощь. Но с выполнением этого обещания могут возникнуть серьезные проблемы, потому что правительства других стран-членов еврозоны пока не готовы к подобным переговорам. Переговоры будут длительными и непростыми, но в конце концов я уверен, что стороны придут к конструктивному решению. Ведь никто не хочет, чтобы Греция выходила из еврозоны. Более 70% греков поддерживают присутствие Греции в ЕС и еврозоне. Кроме того, выход Греции из еврозоны может иметь отрицательные последствия для других стран, входящих в эту зону. Если говорить о вероятности списания существующих сейчас долгов, щепетильные люди подсчитали, что каждому немцу, государству Греции, должно уже порядка 700 евро. С точки зрения германского налогоплательщика, вообще уместно ли ставить вопрос о том, чтобы эти деньги взять и списать? Я не уверен, точно ли 700 евро или нет, плюс-минус. Но нужно учитывать, что немецкие налогоплательщики платят не только за Грецию, но и за фермеров Франции и Польши, а также за структурные реформы в польской экономике. Но речь в этом случае нужно вести о пользе для всей Европы. Я не думаю, что немецкие налогоплательщики заинтересованы в нестабильности еврозоны, а значит, в нестабильности Греции. Я знаю, что сомнения по поводу предоставления финансовой помощи Греции вызывают серьезное беспокойство в Германии. Есть партии, которые критикуют финансирование Греции. Но, на мой взгляд, большинство немцев поддерживают европейскую интеграцию, поддерживают еврозону. Такова и официальная позиция правительства Германии. Павел, что касается экономического состояния Евросоюза вообще, об этом много говорят. Как вы полагаете, вот эта нестабильность Греции, она способна повлиять на общее экономическое состояние ЕС? Конечно, в результате выборов в Греции сложилась совершенно новая ситуация. Впервые политическая партия, критикующая условия финансовой помощи, пришла к власти и сформировала правительство. Безусловно, другие лидеры стран еврозоны должны учитывать результаты демократического голосования в Греции. Это создает элемент неуверенности во всей еврозоне. Но нам нужно понимать, что в Европейском Союзе есть экономики, которые достаточно хорошо развиваются. К примеру, экономика Германии, экономики Балтийских стран Польши, Чехии, Испании, которая в свое время тоже столкнулась с кризисом, но где постепенно дела становятся все лучше и лучше. Есть признаки экономического роста в Португалии. Ситуация не одинакова для всех стран еврозоны. Некоторые страны, такие как Франция и Италия, должны еще провести ряд структурных реформ. К сожалению, их лидеры все еще не озаботились тем, чтобы получить одобрение на эти реформы в парламенте. Но в целом я позитивно оцениваю экономическое развитие в еврозоне. Конечно, этот год и, вероятно, следующий будут непростыми. Нужно будет решить много вопросов, в том числе касательно позиции Греции в еврозоне, а также членства Великобритании. В 2017 году состоятся парламентские выборы в Германии и Франции, которые тоже будут очень важны для европейской интеграции. На уходящей неделе Times опубликовал статью, в которой говорится о пророссийской, якобы пророссийской ориентации нового греческого премьеры. О том, что эта позиция повлияет на так называемую санкционную политику Евросоюза в отношении России. На ваш взгляд, Греция в ее нынешнем экономическом положении способна вообще на что-то влиять в Европе? Россия поддерживает достаточно тесные связи со многими радикальными силами в Европе. Не только в Греции, но и во Франции, национальный фронт, в Италии, а также в других странах Европы, к примеру, в Болгарии и в Чешской республике. Несмотря на это, Евросоюз ввел против России достаточно жесткие санкции. Я думаю, что все будет зависеть от политической ситуации на востоке Украины. Если Россия продолжит способствовать дестабилизации востока Украины, то, конечно, европейские власти подготовят новые санкции. Так что я думаю, что сейчас все зависит от России и от ее позиции по поводу кризиса на востоке Украины. Благодарю вас, Павел. Павел Токарский, аналитик из Немецкого института международной политики и безопасности, принимал участие в нашей программе. Мы сейчас прервемся на пару минут и после рекламы продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова